Добрый день, сейчас я вам расскажу, как сделать экзамен в пакеттрейсере SRVE Practice PT Skill Assessment Part 1. Меня зовут Юрий, я представил университет Сидюком. Мы помогаем инстинентам начать IT-карьеру, специалистам повысить экспертность и зарабатывать больше, а компаниям найти высококвалистрированные кадры. Ну и давайте начинать. Открываем сам экзамен в Netacad, ждем пока у нас загрузится страница. Здесь у вас будет Take Assessment, у меня Retake Assessment. Нажимаем его и у вас появляется вот такое вот окно. Если у вас не установлен пакеттрейсер, вы должны сверху нажать ресурсы Download Packet Tracer. Нажимаете, загружаете последнюю версию пакеттрейсера, здесь нажимаете 722 и новее. У вас появляется новое окно и вот такое вот всплывающее окошко, где у вас браузер запрашивает разрешение на открытие пакеттрейсера. Открываем приложение пакеттрейсер, ждем пока у нас загрузится пакеттрейсер, пока сайт сможет связаться с пакеттрейсером и тогда у нас станет активно кнопка Start Assessment. Ждем этот момент, это какое-то время занимает, не особо большое, дольше будет сам пакеттрейсер открываться, но тут все зависит от компьютера вашего, насколько это быстро будет. Сейчас она уже станет активно и мы продолжим. Все, Start Assessment, нажимаем ее и у нас открывается сам пакеттрейсер с заданием. Будем ждать, я вернусь, когда все откроется, это займет какое-то время. Итак, спустя какое-то время у нас загрузился экзамен, мы можем приступать к его выполнению. Для этого у нас вот появилось все. Я сейчас это отдалю, топологию. У вас устройства могут называться иначе, например, главное роутер иначе, другие как-то иначе могут называться. В целом у вас IP-адреса могут быть другие. У меня сейчас 172, еще будет видео по 192 IP-адресу. Ну и давайте начнем. Во-первых, я вот так помещу, что от нас тут хотят. Так, нам нужно настроить R1 с вот такими вот настройками, то есть настроить четыре дефолт IP-роута. Открываем R1, вот так вот сделаю, чтобы было видно. Enable, Configure Terminal, как обычно. Ну и копируем то, что нас просят. Четыре IP-роута. Копируем и вставляем Paste. Все, четыре IP-роута мы настроили. Давайте идти к следующему шагу. Что у нас дальше? А у нас дальше базовая настройка маршрутизатора. Enable Secret, пароль консолей, VTI-линий настроить, пароль поставить, баннер настроить, хостнейм настроить, в зависимости от его в таблице адресации. Зашифровать все пароли, ну и настроить два интерфейса. В общем максимально базовые настройки, которые мы еще на первом CNA делали. У меня заготовлены все эти настройки. Так, не тут, а вот тут. Так, 172 IP-адрес. Открываем. И все команды у меня заготовлены. Вот. Так, секунду. Noepidomine.lookup, Enable Secret, консольные линии, линии VTI, Banner, ну и все в таком духе. Два интерфейса. В общем, все настроено, только стоп. Мы копируем только до хостнейма. Так, вот так вот. Получается копируем. Открываем. Это можно свернуть. По логию. Открываем R1. R1 маршрутизатор. Так, снова вверх подниму. Ну и вставляю все команды. Я вам тоже советую заготавливать команды заранее, потому что они очень часто повторяются и так будет намного быстрее и проще все заготовить, чем вручную все это вводить. Все, видите, все настроено. Приступаем к следующему шагу. Следующий шаг это хостнейм и копируем из таблицы хостнейм. Так, тут у нас таблица. Хостнейм у нас R1. Так, четко копируем, четко вставляем. Все. У нас точно правильный хостнейм будет. Приступаем к следующему шагу. Дальше у нас донастраиваем его. Это шифруем пароли, ну и два интерфейса настраиваем. Так, опять-таки все вставляю. Все, мы все настроили. Давайте переходить дальше. Дальше у нас что? Дальше у нас настройка S3. Нам нужно настроить интерфейс VLAN 99 на нем, но и дефолт гейтвей настроить. Вот у нас S3, VLAN 99, IP адреса есть, все есть. Так, это мы можем закрыть пока что R1. Нам нам долго еще не понадобится. Открываем S3 устройство. Оно тут находится. Enable Configure Terminal. Опять заходим в команды. И вот у нас интерфейс VLAN 99, IP адрес уже введен, все готово. Ну и дефолт гейтвей есть. Это все мы копируем и сюда вставляем. Вот. Хорошо. Дальше что у нас требуется. А дальше у нас дефолтная настройка как раз таки S3. Это у нас SSH нужно включить второй версии. Создать юзернейм с таким юзернеймом и паролем. Создать ключ шифрования. Домейн настроить. В общем дефолтные настройки коммутатора, которые опять таки вы все уже проходили. Все у меня здесь уже готово. Я это все копирую и вставляю в S3. Paste. Готово. Хорошо. SSH настроился. Как видите, все работает. Идем дальше. Дальше у нас мы переходим к самому сложному этапу в этой главе. Это настройка Виланов. У нас здесь 7 Виланов разных и написано номер Вилана, название Вилана, IP-адрес в этом Вилане, сеть в этом Вилане, маска в этом Вилане и какие устройства используют этот Вилан. Смотрите устройство, открывайте конкретное какое-то устройство и настраиваем все Виланы на этом устройстве необходимые. Первая настройка это определение самих Виланов. Какие у них IP-адреса, название и так далее. Вот у меня на S3 у нас VLAN 40, 50, 60 и 99. 4 VLAN. Копируем их. Такие конфигурации. Это все взято из этой таблицы. Так, S3 и все сюда вставляем. Так, Paste. И как видите, все уже настроено. Переходим к следующему этапу. Следующий этап это настройка тех же VLAN, но на других устройствах. На S1, S2 и M. Сейчас это все покажу. Так, на S1 у нас 3 VLAN 10, 20, 30. Открываем топологию. S1. Paste. Все. Все ввелось. Дальше копируем для S2 конфигурацию. Тоже 3 VLAN. Все. Стоп. Это сделал. Все те же VLAN абсолютно, только на S2. Для этого я и советую все выписывать. Тогда можно очень просто это все копировать, потому что в S1 и S2 абсолютно идентичные конфигурации. Пока что на данном этапе. Так, дальше идем. M. M это у нас конфигуратор всех VLAN. Он в себе всех держит и создает. Так, у нас 4 VLAN тут. 10, 20, 30 и 99. Открываем на топологии M. Вот это Multi1. У вас он по-другому может называться. И вставляем все команды сюда. Все. Все настроено. Видите, все работает. Можем переходить к следующему шагу. Следующий шаг. После настройки самих VLAN нам нужно настроить их на определенных портах. Например, на S1 у нас с Fast Ethernet 0.7 до 0.10 настраивается Sales. Ну и так далее. Как видите, здесь все расписано. Опять-таки, просто открываем устройство и настраиваем порт ренджи определенному VLAN. Так, открываем команды. На S3 начнем. Вот у нас здесь 4 VLAN, 4 порт ренджа. Открываем switchport mode access, VLAN access 99. Ну, в общем, дефолтные команды. Это у нас S3. Paste. Готово. Дальше переходим к S1. Копируем все. Открываем S1. И все вставляем. Готово. Ну и таким же образом S2 делаем. S2. Аккуратно копируем. S2. Вот он. И M. Так, стоп. Здесь M у нас не настраивается. Переходим к следующему этапу. Следующий этап это у нас настройка транкинга. Мы будем настраивать сначала первую часть, потом вторую. Так, открываем N. M. Здесь у нас интерфейс рендж. Гигабит интернеты. Настраиваем им различным ченнел-группам различные моды. Открываем его. Paste. Все настраиваем. Опять-таки, если вы делали все лабораторные до этого, если вы читали учебник, все это будет для вас очень просто. Этот экзамен просто содержит в себе все вместе за то, что было в течении главы. Ну, не все, а первую часть. А конкретно VLAN. Так, это мы настроили Multi1. Дальше у нас настройка T1. S1. ModActive. В общем, интерфейс ренджи. И ченнел-группы настраиваем. В данном случае на S1 после M. Я так заготовил. Все. Потом S2. Копируем. Альтабуемся. S2. Paste. Все, все настроили. Теперь опять M. Опять M. Paste. Отлично. Так. Дальше снова S1. Так, вот до сюда он. S1. Paste. Отлично. И остался только S2. Вот он. Копируем его. Так. И тоже это все сюда вставляем. Все. Все вот эти вот конфигурации, которые были описаны. Так. Вот, получается, до этого этапа. Так. Секунду, лагает. Вот до этого этапа мы настроили. Таблица и параметры. Теперь настраиваем S3. Тоже static trunk нам нужно настроить. Почему тоже? Просто static trunk. Вот команды заготовлены. Так. Это у нас S3. Paste. Отлично. Так. S3 настроили. Дальше на M нужно настроить еще один интерфейс. Точнее его, ну, switchport сделать. Так. Paste. Все. Если вы не знаете, какой интерфейс где, можно вот так вот на топологии навестись. И здесь все подписано. Хорошо. Переходим дальше. И осталась только настройка маршрутизатора. Здесь нам нужно сделать так, чтобы маршрутизатор знал о всех наших филанах. Поэтому все вот это вот опять-таки заготовлено определенным интерфейсом. Точнее, мы настраиваем интерфейс G001. И под интерфейсом интерфейса G001.40, 50, 50, 60, 99, настраиваем определенные виланы. Открываем его. R1. И вставляем оставшиеся команды. Ждем. Все. Мы все настроили. Можем переходить к следующему этапу. А следующий этап это у нас настройка оставшихся устройств хостов. Так, сейчас я это... Ну и с экран сделаю. Вот у нас получается куча устройств. Все их нам нужно настроить. Аж 10 компьютеров. Открываем команды. Здесь у меня заготовлены IP-адреса. Я их копирую. И давайте вот так сделаю. Буду открывать определенные устройства. Хост 1. Так. IP-конфигурация. Default gateway вставляю. Закрываю. Все сохранилось. Закрываю. Первый и четвертый. Открываем четвертый. Тот же default gateway. Так. Закрываю. Сохранилось. Закрываю. Так. Дальше 20 на втором и пятом компьютере. 20 скопировать второй компьютер. Это все нужно делать аккуратно. Потому что в прошлый раз у меня вышло так, что я все идеально настроил. Но на одном устройстве у меня был неправильный default gateway. Невнимательно, видимо, копировал. И что-то пошло не так. Поднимаем. 21. Закрываем. И конфигурация. 21. Все. Теперь. ПК 3 и ПК 6. Открываем. 3. Копируем. Так. Закрываем. Закрываем. И ПК 6. Так вот. 31. Да. Все. Перепроверяю. Да. Все прекрасно. Закрываем. Теперь осталось 7, 8, 9. Копируем на 7. Так. Открываем. Хост 7. IP конфигурация. 7. Закрываем. Закрываем. 8. Так. Копируем. 8. Конфигурация. Закрываем. 50. Закрываем. 60. Ну и вы можете это все еще перепроверить. Там еще раз. Закрываем. Закрываем. И остался только ПК 99. С 99. 17. Не фонгейтвей. И это все взято из таблицы в самом верху заданий. Не фонгейтвей. Закрываем. Все. Все сохранено. Закрываем. Ну и по сути мы все настроили. Сейчас я вам покажу топологию. Итоговую. Видите все здесь сошлось. И все работает. Все. Можно сдавать задания. Для этого мы открываем сайт. Вот этот. И нажимаем здесь Submit Assessment. Нажимаем. Теперь ждем какое-то время. Несколько минут. Пока у нас закроется пакетрейсер. Пока все данные с него соберутся. И нам выдаст нашу оценку. В общем. Жду и показываю вам. Итак. Как видите. Все у меня получилось. У меня 100 баллов. Задание сдано. Можно этот сайт уже закрывать. Смотрите на свои баллы. Внимательно готовьте команды заранее. Как я вам советую. Ну и по сути на этом все. Пишите ваше мнение в комментариях. Ну и если это видео было полезным. Можете ставить лайки. Еще если у вас не на 100 баллов сдано. Вы можете там на той странице нажать нижнюю кнопку. И просмотреть конкретно за что у вас не добавили баллов. В общем на этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok